И просто хорошие новости в субботу. В селе Молочное, Республике Крым, местная зооволонтер Татьяна Янченко спасла от гибели истощенного белого лебедя. Видео с хромающей вдоль озера Денузлав Птицы привлекло в социальных сетях внимание многих неравнодушных людей, которые и направили женщине просьбу о помощи. Спасенный лебедь получил имя Мартин. Был пост в контактах. Люди из Новозерного просили помощи, что лебедь хромой, плохо двигается, голодный, его сородичи обижают. Но я предложила свои услуги, поехала, забрала его и привезла домой. Мой лебедь, конечно, был очень слабый, очень был, ну, плохо двигался, голодный. Я его повезла к врачу. После того, по словам Татьяны, врачи сделали рентген, который обнаружил у лебедя воспаление легких и ангину. Женщина вспоминает, что сначала волновалась по поводу воды, которая вытекала из клюва Мартина. У птиц это признак инфекции, но все обошлось. Оказалась обычная простуда. Жидкость у пернатого перестала выделяться на второй день лечения. Сейчас его состояние, конечно, значительно улучшилось. Он стал уже стоять хотя бы на лапах, подниматься на них, стоять, пытаться даже там себя мыть, чистить, там нырять в какие-то емкости. Но лечили мы его обычным антибиотиком и иммуностимуляторами, конечно, обязательно, которые мы еще будем ему колоть. Вот, и хорошее питание. Значит, доктор сказал его кормить дробленым зерном. Ну, слава богу, у нас с этим делом все нормально. У нас есть хороший комбикорм, который он с удовольствием поглощает во больших количествах. С аппетитом у Мартина и правда нет проблем. Ведь, как уточнила его нынешняя хозяйка, птица съедает по 6 килограммов зерна в день. Хотя, когда его только обнаружили, желудок лебедя был непропорционально маленьким и практически усохшим из-за недостатка питания. С жилищными условиями у лебедя тоже все в порядке. Он живет в отдельном помещении, но при этом не грустит в одиночестве. Вот мы ему выделили отдельный вольер, обустроили его, чтобы он тут был полновластным хозяином. К нему приходят другие обитатели нашего птичьего двора. Но гордая птица подпускает к себе не каждого. Как отметила Янченко, к людям Мартин очень лоялен. Идет на контакт, а вот с животным может показать, кто здесь главный. Неравнодушными к лебединой судьме оказались многие. Людей, которые увидели эту историю в соцсетях, откликнулись. Много звонят, спрашивают про его судьбу, спрашивают, какую помощь. Вот привезли корм для него, чтобы он ни в чем не нуждался. Ну и спрашивают, что еще ему нужно. Ну пока все у него есть, пока у него все нормально. Теперь же в планах у Янченко дождаться полного выздоровления птицы. После чего вернуть лебедя в привычное место обитания, на природу. Однако локация уже будет выбрана другая. Не то место, где лебедя обижала стая. Сначала мы выходим, а потом, конечно, есть такое желание большое его опять отпустить к его же сородичам, потому что лебедь – птица парная. И надеемся, что все это получится. Татьяна собирается связаться с кураторами Лебединого озера в Крыму и попросить у них помощи в организации возвращения Мартина на волю. Продолжение следует...